Первое заседание по традиции открыл старейший из депутатов Константин Дементьев. Состав Думы по сравнению с прошлым созывом обновился более чем наполовину. Обращаясь с депутатом, вице-губернатор Игорь Греков отметил, предвыборные политические баталии позади. Теперь настало время для всех депутатов работать на благо жителей города. От ваших решений будет зависеть судьба областного центра, его дальнейшее развитие. Визанцы хотят жить в современном, комфортном, процветающем городе, и они имеют на это право. Нового председателя Гордума выбирают из числа депутатов. Процедура голосования тайная. В бюллетень по предложению фракции были внесены две кандидатуры. Юлия Рокотянская от «Единой России» и Дениса Сидорова от «КПРФ ЛДПР» и «Справедливая Россия» своих кандидатов решили не выдвигать. По результатам тайного голосования на должность главы муниципального образования председателя Грязанской городской думы, избран депутат Грязанской городской думы, Рокотянская Юлия Ларинаевна. За Дениса Сидорова проголосовало 6 человек, 32 за Юлию Рокотянскую. Один бюллетень признан недействительным. Во время вступления в должность главы почетные граждане города Александра Перехватова и Вячеслав Коростылев провели церемонию возложения должностного знака. Как отметила Юлия Рокотянская, план работы на новые должности у нее уже есть. В первую очередь это выполнение наказов избирателей. Лично я и мои коллеги, мы встречались с людьми и слышали наказы, все эти пожелания, которые нам давали наши горожане, наши рязанцы, чтобы сделать наш город интереснее, комфортнее. Это касалось абсолютно различных сфер. На первом заседании утвердили заместителей председателя. Эти должности заняли Лариса Максимова от «Единой России» и Дмитрий Панкин от ЛДПР. Также утвердили комитеты. Их структура осталась такой же, как в прошлом созыве. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».